Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о составлении табели учета рабочего времени. У нас будет три бригады. Мы будем составлять график, на основании которого у нас будет начисляться заработная плата. Представим следующую ситуацию. Нам необходимо сделать дата начала периода. То есть это дата начисления и дата окончания периода. Вот. Соответственно, далее нам что нужно сделать? Нам нужно выставить смены первая, вторая, третья. Да, заработав первую смену мы будем начислять, допустим, 700 рублей, заработав вторую также будет 800 рублей и заработав третью 900. Соответственно, если данных у вас до критериев будет больше, также можно добавлять этот список. Это не критично. Далее, что нам необходимо сделать? Нам необходимо прописать дату начала и, соответственно, дату окончания. Дата начала и дата окончания это у нас будут периоды как раз. К примеру, если мы будем делать с января 2021 года, это у нас будет 01.01.2021. И, соответственно, следующая дата это период 01.31.2021 года. Вот. Таким образом мы получили следующую информацию. То, что у нас есть смена и есть за нее оплата. Вот. Соответственно, также давайте сделаем сам график. Сначала для одной бригады, а потом, соответственно, для всех остальных. Дадим именованный диапазон ячейке C2. Назовем ее дата начала. Дата начала. И, соответственно, следующая это дата окончания. Обратите внимание, что я пишу через нижнее подчеркивание, так как пробел в именованных диапазонах нельзя. Именованный диапазон и можно посмотреть через Ctrl F3. Вот. Также, соответственно, мы можем и написать первую смену. Далее вторая смена. Так, третья смена. Вот. В дальнейшем это нам пригодится. Добавляем лист, называем, допустим, бригаду Надеждину. Бригаду Надеждину. Вот. Далее у нас бригадир Надеждин, то есть он будет заполнять график. Да, у нас здесь список. Возьмем фамилию 1 и протянем, допустим, у нас 23 человека. После чего мы пишем первое число отчетного периода в данном случае. Это 1 января 2021 года. Вот. И для того, чтобы нам заполнить вправо, мы выбираем прогрессию. Далее выбираем столбцы диапазона. И предельное значение ставим 31, 12, 2021. Окей. Вот. Смотрим вправо, у нас получается, да, это крайняя дата. После чего мы делаем все границы, форматируем соответствующим образом, как нам в этом необходимо. Вот. И чтобы у нас даты были более удобны, нам необходимо первую строку развернуть вверх. Для этого во вкладке «Главное» у нас есть переворот текста, и мы поворачиваем текст вверх. Окей. И выравнивание по центру в центре. После чего, если нажать Ctrl, пробел, у нас выделятся столбцы. Столбцы нам необходимо изменить ширину. Ширина у нас будет 4. Ширина столбца и 4. Окей. Далее нам необходимо сделать выпадающий список из листа 1. Для этого мы заходим в данные, проверка данных, и выбираем список. Да, соответственно, список, источник у нас будет здесь. Окей. Также давайте сюда мы добавим еще выходные, отгулы на всякий случай. И напишем здесь, внизу, U, и, соответственно, V. Да, то есть это у нас будет выходной и отгул. Окей. Теперь при выборе выпадающий список у нас есть все нужные значения. Мы копируем наш список, нажимаем Ctrl вправо, да, попадаем на последнюю заполненную ячейку, и нажимаем Ctrl-Shift влево. Таким образом мы выделяем наш диапазон. Делаем Ctrl-V, да, и теперь в каждой ячейке у нас есть выпадающий список с определенными значениями. После чего нам необходимо посчитать, сколько начислено каждому, да и того, начислено человеку за определенный период. Мы будем использовать функцию счет если, да, несколько раз. То есть нам необходимо взять интервал за период определенных значений и посчитать его. Функция будет выглядеть следующим образом. Нам необходимо сделать счет если, множественное. Далее, диапазон с условием. Диапазон с условием мы выбираем наши даты. Да, его можно также проименовать, написать дата. Дата год. И, соответственно, пишем счет если, множественное. В него используем через F3. Да, F3 это вызов имени для использования в формуле. Выбираем дата год. Условие 1 нам нужно больше или равно ячейке, получается, дата начала. Да, то есть больше этого периода. Закрываем. И, соответственно, далее диапазон условий это опять дата год. Следующее условие это у нас меньше или равно дате окончания. Таким образом, у нас получается два условия. То есть, если это дата начала и дата окончания. И нам необходимо посчитать первым делом количество первых смен. То есть, также пишем диапазон с условием в данном случае. Это у нас будет C2NC2, точка с запятой. И, соответственно, условие это первая смена. Да, соответственно, единицы. Если здесь у нас будет единица, нам необходимо домножить на сумму за первую смену. Соответственно, далее мы возьмем наши кавычки, уберем их, чтобы именованные диапазоны работали. И у нас получится результат. То есть, у нас здесь одна смена за этот период. Если у нас, допустим, здесь было несколько смен, нам необходимо посчитать, сколько за это нужно заплатить. То есть, мы умножаем на сумму за первую смену. И получаем результат. Теперь, для того, чтобы это работало со всеми остальными сменами, нам необходимо скопировать нашу формулу. И через Alt-Enter перенести ее на новую строку. Далее здесь выбрать получается вторая смена. И тут, соответственно, исправить на двоечку критерий. И также, по тому же принципу, еще раз Alt-Enter, Ctrl-V. И выбираем здесь троечку. И, соответственно, умножаем на третью смену. Третья смена. Ок. Далее пишем формулу, которую нам необходимо протянуть вниз. Да, в данном случае, это вот эта формула. И здесь давайте напишем случай между единицей и тройкой. И посмотрим, как у нас работает наш табель. Нажимаем Ctrl-V. У нас сводится формула. И получается результат. Как мы видим, у нас все пересчиталось и работает. Теперь, следующая наша задача, это сделать несколько дубликатов. То есть, мы берем создать копию. И называем, допустим, создать копию. И называем ее бригадой Надежды. Ну, вот у нас появилась. Бригада, допустим, Семенова. Переименовать бригадой Семенова. И, соответственно, третья бригада, это бригада Корнеева. Так, отлично. Теперь при изменении, соответственно, здесь, да, допустим, если нам нужно посчитать за период. Возьмем 31 мая, допустим, это 5-е, 31-е, 0-е, 5-е. Да, у нас, соответственно, здесь будет за 3 месяца зарплата. После того, допустим, как у вас закончился январь, вы можете ввести здесь февраль. Да, и по 28-е февраля, допустим, уже считать зарплату в таком области. То есть, февраль, если прошел, мы его выделяем. Далее скрываем. И также нам удобно ввести график дальше. То есть, не умножая количество листов, да, и так далее. Также для удобства отображения можно сделать условное форматирование. И, допустим, взять гистограммы. Да, то есть, теперь сразу видно, где у нас находятся первая, вторая, третья и так далее смены. И по запросу каждого человека можно вернуться назад и показать количество смен, которые он отработал. Да, и, допустим, там выходные его, когда у него были они. И так далее. С вами был Полянский Алексей. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Видим много будет полезных видео. Всем пока. Продолжение следует...